В вышке есть 24 спортивные секции, 8 спортивных студенческих организаций, 17 тренажерных залов, 14 из них в общежитиях. Поэтому в наших беседах о будущем мы не могли обойти стороной тему спорт. Об этом мы поговорим с заведующим научно-учебной лабораторией исследований спорта Дмитрием Алексеевичем Дагаевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились сегодня. Давайте, наконец, поговорим о важном. Сейчас будет очень серьезный и очень важный вопрос. Кто станет чемпионом России по футболу в 2030 году? Давайте я отвечу на этот вопрос хитро. Вот сейчас у нас есть пять ведущих команд. Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Краснодар. И давайте я скажу, что с вероятностью 1,6 каждая из них победит в 2030 году. А еще с вероятностью 1,6 победит какая-то другая команда. А нельзя как-то чуть точнее, с вероятностью 100% победит вот эта команда? Можно построить какую-то такую модель, чтобы точно знать, кто выиграет? Вот это вот очень хороший вопрос. На самом деле ответ нет. Потому что если бы я с вероятностью 100% знал ответ на этот вопрос, то я бы сейчас, не теряя времени, побежал бы в букмекерскую контору и поставил все свои деньги на этот результат. К сожалению, таких моделей нет. Как невозможно предсказать чемпиона России по футболу через 10 лет, так невозможно предсказать курс доллара хотя бы завтра. Поэтому, к сожалению, не получится. То есть таких моделей нет и не появится, и миллионерами мы все не станем на ставках, на скачках и на всем прочем? Хорошие модели позволяют повысить точность прогноза. То есть если я разработаю такую модель, которая достаточно хорошо прогнозирует будущее, я, конечно, смогу с более высокой вероятностью угадать правильный ответ и подобрать такую стратегию ставок, которая поможет мне заработать какое-то количество денег, а не проиграть их на этих ставках. А какие новые виды спорта могут появиться через 10 лет, причем именно в олимпийской программе? Что-то может войти? Мы на протяжении последних нескольких лет видели, как туда периодически что-то добавляют. Что через 10 лет еще появится? Вот сейчас мы наблюдаем взрывной рост индустрии киберспорта. Эта индустрия уже привлекает сейчас миллиарды долларов. И я так полагаю, что если все пойдет такими темпами, то к 2030 году мы совершенно точно увидим в Олимпиаде дисциплины по Counter-Strike или по FIFA 2030. Понимаете, там, где возникает спрос, там возникает и предложение. Мы сейчас, например, долго обсуждали, почему шахматы не появляются в программе олимпийских дисциплин, хотя, казалось бы, в шахматы играют по всему миру. Ответ на этот вопрос простой, потому что зрителям не очень интересно на протяжении нескольких часов смотреть за соревнованиями по шахматам. Но это достаточно монотонное такое зрелище, тяжело. Правильно, поэтому шахматы сейчас ищут новые форматы. И мы сейчас уже видим, что современные крупные коммерческие соревнования по шахматам проводятся с немножко другим контролем времени. Зрители имеют возможность в интернете, онлайн смотреть за тем, как на протяжении часа-двух играют спортсмены. И эти трансляции сейчас набирают большую популярность. Поэтому, кто знает, может быть, после того, как шахматы оказались более гибкими, они тоже попадут в программу олимпийских игр. А киберспорт как раз по этой причине может быть включен, что за ним интересно, увлекательно наблюдать. Правильно? Да, и именно по этой причине большое количество молодежи сейчас входит в эту дисциплину. Как только мы видим, что тысячи, миллионы людей играют в ту или иную игру, соответственно, возникают инвестиции, соответственно, возникает интерес со стороны крупных спонсоров. И после этого как раз дисциплина получает все шансы, чтобы получить признание и в рамках официальных организаций, таких как Международный Олимпийский комитет. Сейчас миллионы подростков, которые играют в FIFA, очень обрадуются всем вашим словам и прогнозам. А возможно ли такое, что, ну, хорошо, появится киберспорт, а может быть, как-то еще поменяются правила традиционных видов спорта, к которым мы уже привыкли? Тот же футбол, может быть, как-то будет видоизменен? Мы видим это уже сегодня. На самом деле, если вы посмотрите, вот сейчас активно внедряются видеотехнологии в, казалось бы, такие традиционные виды спорта, как футбол. Футбол очень консервативен, и организация, которая отвечает за правила игры в футбол, она принимает какие-то изменения раз в десятки лет. Видеотехнологии появились, это некоторая неизбежность. Если вы наблюдали за недавним матчем Новака Джоковича на US Open, то вы видели, что вот он попал мячом в линейного арбитра. Я слышала об этом в власти. Его дисквалифицировали. Вот на большинстве кортов на US Open линейных судей не было. И на самом деле мы идем к тому, что, например, на теннисных соревнованиях линейные судьи тоже будут полностью заменены видеотехнологиями. Просто не нужно. То есть это нас приводит еще и к тому, что какие-то специальности, какие-то профессии из мира спорта просто исчезают? К сожалению, да. Или к счастью, да. Мы на самом деле видим, что технологии, в общем, меняют спорт к лучшему. И когда зрители получают возможность проверить, что мячик попал в линию, а это было непроизвольное решение арбитра, тогда, разумеется, возникает ощущение справедливости исхода соревнования. Когда крупные соревнования решались за счет судейских ошибок, это вызывало массу негодования у болельщиков той или иной команды. Разумеется, технологии помогают избежать таких ошибок, и это одно из главных преимуществ. При этом сами правила игры меняться не будут. В футбол точно так же будут играть 22 человека, которые будут стараться забить мяч в противоположные ворота. Но мне кажется, что негодования болельщиков избежать все равно не получится. Они всегда чем-нибудь недоволены, особенно если их команда проигрывает, это тоже неизбежно. А как вы думаете, давайте попробуем сделать прогноз, где могут пройти Олимпийские игры через 10 лет? И можно ли рассчитывать, что Россия снова захочет и сможет стать площадкой для проведения Олимпийских игр? Давайте, может быть, я тут добавлю нотку пессимизма. Решение о том, где проводятся Олимпийские игры, принимается за много лет до того, как, собственно, подходит дата этих Олимпийских соревнований. Поэтому, если мы хотим сейчас претендовать в 2030 или 2032 году на проведение крупных спортивных форумов, то нам надо уже сейчас готовиться к подаче соответствующих заявок. Проблема в том, что сейчас репутация российского спорта не очень хорошая в международном движении. И без того, чтобы решить проблему, например, Всероссийской Федерации легкой атлетики, которая сейчас фактически не допущена к участию в крупных соревнованиях по легкой атлетике, рассчитывать на победу, на право получения Олимпиады не приходится. Поэтому сейчас, как мне кажется, основные усилия Министерства спорта должны быть сосредоточены не столько на том, чтобы прямо сейчас получить право проведения Олимпийских игр у себя дома, сколько на том, чтобы решить текущие проблемы, которые накопились за последнее время в российском спорте. А как будут меняться образовательные и спортивные программы? Что будет происходить в этой сфере? Спрос на то, чтобы получать качественное образование в области спорта растет. Это связано с чем? Это связано, с одной стороны, с тем, что растут инвестиции в спорт, и, соответственно, возникает спрос на квалифицированное принятие решений. Разумеется, любой инвестор хочет, чтобы его деньгами распоряжались грамотно, чтобы был куплен тот спортсмен, который с наибольшей вероятностью будет показывать высокие результаты в будущем. Чтобы маркетинговые кампании проводились таким образом, чтобы к бренду привлекалось максимальное внимание. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, как купить правильного спортсмена, как раз и нужны аналитики, экономисты, математики, которые смогут ответить на этот исследовательский вопрос. И вот наша лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики как раз помогает студентам, которые приходят к нам на первом курсе, на втором курсе, освоить те навыки, которые помогут им отвечать на такие вопросы. И вот у нас уже сейчас есть ребята, которые закончили работу в нашей лаборатории и пошли работать, например, в футбольные клубы. Так, и что они там делают? Дайте поподробнее. Я думаю, что нашим абитуриентам и первокурсникам будет интересно. Вот они приходят в футбольный клуб. В чем состоит его задача на начальном этапе как профессионала? Бывают разные профессии. Бывают коллеги, которые помогают тренеру анализировать статистику соперников перед предстоящим матчем. Анализ такой статистики позволит лучше подобрать свою оптимальную тактику на игру. Использовать какие-то неэффективности, которые показывают данные в игре соперника. Бывают другие коллеги, которым интересно работать с людьми, а не с данными. И вот такие коллеги помогают организовывать матчи, взаимодействовать с инспекторами, взаимодействовать с делегатами. Вот такие кейсы у нас тоже есть. Интересно, вот вы упомянули первый вариант про аналитиков. В общем, это будет такая борьба не столько команд, а того, у кого лучший аналитик, который может просчитать все шаги команды противника наперед. Получается, что так, да? А если вы посмотрите, например, волейбольные соревнования, то сейчас можно часто увидеть картинку, когда главный тренер бегает вокруг своей зоны с наушниками, в которой штаб команды подсказывает, что соперники делают неправильно. Куда следует акцентировать свои удары, какую зону следует больше нагружать. Так что уже сейчас технологии позволяют добиваться лучшего результата вот прямо в режиме реального времени. Здорово, очень интересно. Дмитрий, я вижу, что вы тоже принесли послание поколению будущих студентов. Давайте тогда уберем его в капсулу. С удовольствием. И в 2030 году узнаем, о чем же будут мечтать по вашей версии люди будущего. Спасибо вам большое. Очень было интересно. Спасибо, что пришли к нам. А мы продолжаем наш эфир.